Голову Одеської областної державної адміністрації Михаила Саакашвили Шановні пані директор Игорь Николаевич Шановні друзі Я хочу всех вас поздравить С большим событием Многі речі пройдуть в нашій житті Але цей перший день, наверное, буде залишатися навсегда Як і для всіх нас, для яких цей день був давно Я сам дуже добре помню Свой перший день в университеті ім. Тараса Шевченко Свой перший день, особливо, якими новими людьми я познакомився Многі з них со мною прошли в течіні всіх цих десятилетів І ми друг друга не тільки не потеряли, але ми з годами все більше зближались і все більше Все більше зближались зближались і все більше зближались Що я... У вас були выпускні вечера, выпускні бали Всего пару місяців тому назад Многих із вас не було в Одесі, багато приїхали в Одесу Ті з них, які одесі, вони, наверное, зближали багато нових речей за це лето Ви зближали, що по вулицам Одеси ходить патрульна поліція Це дуже важливо, тому що це абсолютно нове лице українського гостарства Ви зближали, що в цьому році в Одесу приїхало в мініму два рази більше віддіхаючих, ніж обычно Вони були везде, вони зближались везде, вони заполнили всі наші вулиці, всі наші гостинці, всі наші кафе Ви також могли, хтось зближати і наблюдається за новостями Що в Одесі зближався ще один, ну, такий, необычний суб'єкт, який бігать по пляжам Со всіми переругався у сильному миру сего і всіх проти себе настрою Ну, ви, наверное, не понимаєте, що це необычне существо, це я про себе говорю І... но я... но я на самом деле не боюсь настраивать тех, кого настраиваю проти себе І вас... тоже хочу к тому призвати, на все смотрите критически Не така наша жизнь хорошая, як... кто-то може вам розказати, тому що все ровно, якщо розкажуть, то ви не проведете Щас в Україні произведет очень важний процес смены елиты Ті люди, які управляли Україною последні 24-25 років Худо-бедно довели страну до цього до цього состояния Але далі должна була відкритись нова реальність, нова... нова действительність, нова жість С новими правилами, і нові правила требують нових людей У нас була в країні дві революції І я була активним участником обоих із них Перша була в 2004 році, і, к сожалению, не принесла той нової житті, до якого все надіялись Она не принесла нової житті, тому що одні і те же укоренившіся інтереси не хотіли відпускати Вони считали, що і так все добре для них, і совершенно їм не треба було, щоб все добре стало для країни Потім, мол, втора революція, Майдан Якщо після першої хоч щось поменялось, в смысл корупції, тому що все рівно був страх, і перші шаги були зроблені, а потім літери та революція переругалися друг з другом, і потім все зробилися Після второго, післянєго Майдана, в смысл корупції, в смысл улучшення, дуже мало що було зроблено Тому що наші чиновники не посчитали, що їм нічого і так не угрожає, що ці все сійдуть, вийдуть на Майдан, пошумять, потім уходять дому, і все зроблено зроблено їм, і поле в полна деятельність Так вот, ми всі должны положити конец і чиновничому произволу, і корупції, і тому, що комусь все, а комусь ничего То, что кто-то может прихватывать лучшие пляжи, кто-то может строить огромные дворцы, кто-то может... Дети кого-то могут считаться детьми-мажорами, им все позволено, а все остальные должны идти по длинному и долгому пути, у кого нет кубастой, у кого нет таких связей, как у них. У нас потрясающие люди. И Одесса особенный город. Не только для Украины, для Европы и для мира. Я никогда в жизни не видел такой предприимчивый, интересный, умный, любознательный, просто интересный, правда, в целом интересный народ. Каждый Одессит, который я встречаю, это ходящая энциклопедия, ходящая компания-бизнес, ходячий научный институт, ходячая отдельная политическая партия. Просто очень талантливые люди, у которых есть готовые решения, у которых есть критический взгляд, есть четкий взгляд на все события. Одесса город многоэтнический, многонациональный. 133 национальности живет здесь. Это огромное богатство. Это место, где все эти национальности перестают быть просто представителем отдельно взятой этнической группы. Они становятся частью чего-то единого, чего-то большого. Большей общности. Это такое богатство. Это как мини-Соединенные Штаты Америки. Люди всех национальности. Просто надо этим людям дать возможность раскрыться. Дать возможность достичь жизни чего, чего им не рассекали. То, что мы видели. Все, что сделано в Одессе. Этот потрясающий университет. Все наши архитектурные памятники. Допустим, Одесская опера или пассаж, который мы здесь провели. Многие, друг, все эти улицы, все эти бульвары. 200 споров. Все это сделано в прошлом. И мы по праву этим гордимся. Но когда идут споры, все спорят. Кто это сделал? На каком языке это было сделано? Были ли это иностранцы или была одна или другая империя? И в этих спорах очень часто возникают очень плохие моменты. Возникло и насилие в прошлом году, навязанное на нас. Совершенно неприемлемое для Одессы, в котором, в принципе, каждый ряд действительно человек мирный и представитель мирного города. Так вот, чтобы уйти от этого, надо не про историю спорить, а надо всем вместе, чтобы все листы сказали, что мы должны нового сотворить, что мы должны нового построить, что мы должны нового совместными усилиями сделать. И когда все за это возьмемся, все остальное выйдет на второй план. Мы не должны о том спорить, что нас разъединяет в прошлом, а мы должны объединиться насчет того, что мы должны сделать настоящим и будущим. Но для этого нам не нужно мешать. Потому что коррупция уродлива. Потому что очень трудно начать бизнес. Очень трудно получить документы. Очень трудно получить справки. Очень трудно получить разрешение. Законно. Мы должны убрать все препятствия, чем мы этим занимаемся, и вместе с вами сделать то, с чем выпускники вашего университета, выпускники 2050 года будут говорить. А это сделано моими родителями. Вот это новая Одесса, о которой мы говорим, новая Одесса, новая Украина, они построили. Вот выпускники класса 2000, не выпускники, а те, которые вступили в класс 2015 года. Так что я вам хочу пожелать того, чтобы вы были очень успешны. Но не просто для себя, а создавая для себя благо, создавая для себя успех, мы вместе передали вам такое государство, где ваше благо, ваш успех, ваши достижения автоматически станут благом, успехом и достижением Одессы, Одессины и Украины, и Европы, и мира. Вы будьте лидерами мира, не просто этой страны. Вы новая элита, не просто Одессины и Украины. Вы новая элита Европы и мира. Это великий европейский город с великой европейской традицией и город будущего для новой Европы. Вы будете творить это будущее. Так что сегодня вы встаете на большой путь. Я вам советую и вас, я вам желаю, не сворачиваясь с этого пути. Мы пройдем его, и вы добьетесь всего. Спасибо и удачи. Спасибо большое, господин Таагашвили. Нам действительно очень приятно, что сегодня, 1 сентября, вы посетили именно наш университет. Правда? Да!